Убанитер, блядь, тут свиновую тачку. Убанитер, блядь, тут свиновую тачку. Убанитер, блядь, два грачи, убанитер, два крючки. Я уже в отпуске могу ускорить. Нигерой, блядь. Блядь! Здарова, ебать! Этот выпуск мы начнём на фоне Геннадьевича. Геннадьевич, всё, квитер ищешь, что ли? Да просто шутка вечера. Кстати, Геннадьевич стартер нашёл. Что у нас сегодня по планам? Сегодня мы будем экспериментальным путём пробовать завести лоуреля, так как мотор водрузили, траверса сварена, всё в целом как бы идёт к тому, что эта хуйня заведётся. Заведётся она на жигобаке, потому что мы залезли в топливную, и там происходит некая вакханалия, потому что здесь два бака. Один родной, другой жиговский приваренный, нахуй, прямо в багажнике. Сейчас мы с Геннадьевичем будем собирать подкапотку, подключать шланги, а нау-ма-нау, короче, тут есть экспериментальная установка, при помощи которой мы можем попробовать завести наш охудительный лоурель. Что-то он даже, блядь, издаёт признаки жизни. А, мне интересно было задыграться или нет. Конечно, блядь, не твой же корч. Что, это были фары? А-а-а, что за он признаки, он живой! Он даже крутит, он же нашёл стартер. Охуеть, ну там масла нету сейчас, походу, надо сейчас масло залить обязательно, прежде чем пробовать его завести. В общем, короче, я прям это, прям кулачки, короче, держу. Короче, хочешь базарить, давайте работать нам. Операция завести корч любой ценой началась. Естественно, мы как слаженная команда, маэстро Геннадьевич и я, пиздатые подмастерия, решили прикинуть весь фронт работ. Потому что завести машину на соплях не такая уж простая задача, если принять в расчёт то, что сам двигатель у нас не Нео, а коса с мозгом Нео, и по идее работать это не должно. Ну, так, по крайней мере, думали на заводе Ниссан. Пока я полез менять масло, Геннадьевич ушёл в глубокое изучение схем и прочей проводной магии. Без конкретных оккультных телодвижений нам не обойтись, но маэстро знает толк в этом дерьме, так что мне оставалось только выполнять команды. Масла в моторе, как я и предполагал, было крайне мало, поэтому залить туда любое другое, но свежее, самое правильное решение. И в лучших традициях нашего гаража, после замены мы на ровном месте столкнулись с Ниссановской магией. Рассказываю непонятную хуйню. У нас есть два щупа. Один короткий, вы, блядь, длинный. И по факту... И по факту, вот этот щуп, он от 25-го ДЭТ мотора, этот щуп от 20-го ДЭ мотора. Мерная риска здесь начинается сильно позже, чем на этом щупе, но по факту оба щупа показывают нам примерно одинаковый уровень масла. Как это нахуй происходит, мы не понимаем, потому что их вот так вот выставляешь по вот этой штучке по нижней, да, и они типа сильно разные, блядь. То есть, по идее, здесь минимум там, где там максимум. Но почему-то каждый из них показывает масло на минимуме. Как работает эта ебаная ниссановская магия, не знает даже ебаной капельки. Короче, будем ориентироваться по тому щупу всегда наливать. Чипы больше. Накидаем плюсов, попробуем завести. Если заведется, значит, завелось. Преисполненный знаниями Геннадич бросился на Лауреля, как лев на антилопу. Но вот беда, он забыл дать задание мне, не очень умному подмастерью. Но я справился сам и нашел самое подходящее занятие для тиктокера. Купил себе новую тачку. Тут установлена пневма, нахрен. Маэстро спалил и быстро дал мне подзатыльников. И задачи к выполнению. Сказал мне делать то, что сам он делать не хочет. А именно прикрутить массу двигателя и заткнуть все шланчики во впуске, чтобы не было лишних подсосов воздуха. Пока сам он сращивал соплями все элементы, необходимые для первого запуска двигателя. Как вы можете догадаться, у меня, как обычно, что-то идет через женское энное место, так как руки не всегда у меня растут из плеч. Пидорас. Пидора сина. Кубаный РБ. Я твою мать в кино водил. Честное слово, блядь. И как я здесь должен это все подлазить? Уф. Витя имеет, будь здоров. Великолепные шутки от Геннадича. После легкого негодования и выполнения всех поставленных задач мы вышли на финишную прямую. Осталось подготовить нашу экспериментальную установку для промывки форсунок. А именно с ее помощью мы подадим топливо в рейку, так как на тот момент ни в одном из баков в авто не было насоса. Да и в целом топливная система еще не была готова к эксплуатации. Проводим последние проверки и пробуем впервые крутануть мотор. Обратко сшит, сейчас заткнем, будем пробовать заводить. Или что, или похуй уже заводить? Ну, давай попробуем. Нетрудно догадаться, что естественно, с первого раза у нас ничего не вышло. У нас почему-то нету плюсов на катушках. Нет искры, мотор не может завестись. Куда съебался плюс? Давайте поможем Геннадичу найти плюс. Потому что без искры не будет пламени. А без пламени мотор не заведется. Какие нахуй, ну, 3 вольта ты мне показываешь, блядь. По схеме у нас эти два ключи... А, нет, эти два дрочи, эти два ключи. Три, семь. Вы понимаете? Ключи, дрочи, это семь. Что он хочет этим сказать, я не знаю. Кто-нибудь переведите в комментариях, пожалуйста. Короче, пятый получается. Сука. Блядь. Блядь, я... Клему быстро. Это что было сейчас? Брум. А что это что-то? Да он во вкус к ебанулась кровью. Засмеялись. Получается, мы можем... Мы готовы заводить, да? Мы возбуждались все заводить. Готов? Да. В целом. Все? Олега. Вы слышали этот крик радости? Да. Первый запуск мотора с помойки сопровождается именно такими эмоциями. Ебать! Серьезно, блядь? Он завелся, блядь. И даже не застучал. Да ну нахуй! Блядь! Ты в него, блядь! Ой, герой, блядь. Автоспорт и безопасность. Ебать! Да ну нахуй! Главное, что он не стуканутый. Значит, к проекту дальше выйти. Потому что, если бы он был стукнутый на дрон, нахуй, сразу... И что бы я сделал? Я подал бы его. Сделал бы колы, нахуй, кому-нибудь продал бы. Колеса на марка. Купил бы коробку в марке и долбил бы на марку. Потому что, если бы он стукнулся. Потому что это сразу самый не дешевый дрифт-корч. Точнее, не самый дешевый дрифт-корч. А по факту, все, проект живет. Охуенно. Я счастлив. Следующим этапом нужно было добиться того, чтобы Лаурель заводился уже с ключа. Сам. Как надо. По-взрослому. Без лишних соплей и дополнительных установок. Для этого был приобретен жигулиный насос, которого будет достаточно, чтобы запитать мой РБ. Фильтр и хорошие топливные шланги, чтобы их не разъело. Первым делом маэстро полез устанавливать насос и разбираться с проводкой. Для него это дело плевое. Тут покрутил, тут откусил, тут обжег, а здесь облизнул. И вжух, все работает. Со шлангами все еще проще. Сращиваешь бак с магистралью и сооружаешь шлангами подачу дорейки через фильтр под капотом. Плевое дело. Все подключили, теперь надо проверить. При помощи пальцев и горлышка от бутылки мы залили бензин в бак. Не пролив и капли. Подали плюс на насос. Бензин течет. Вот, все работает. Обратите внимание на то, как маэстро изящно дорабатывает фишку болгаркой. Следующим этапом стояла задача собрать всю проводку красиво и завести все с ключа, как и подобает нормальной машине. Ну вот так, знаете, чтобы ключ повернул, насос накачал, стартер крутанул и вжух, мотор уже портит настроение экологам одним своим существованием. Естественно, в проводку я не лезу, а только помогаю. Геннадий все делает сам, все подписал, рассортировал, подключил, собрал. Теперь уже все готово к нормальному запуску. Первые пару попыток были тщетны. На третьей попытке Геннадий взял в руки цешку и начал искать, где, куда, что они доходят. На четвертой у него родилась одна гипотеза. На пятой пошли первые сдвиги. На шестой маэстро играл с зажиганием. А на седьмой произошло это. Блядь! Пожар! Огонь! Ну и восьмая попытка. Горшки проветрены, по проводке все четко. Больше гипотез нет. А больше и не надо. Я счастлив. Геннадий доволен проделанной работой. А Лаурель в шоке, потому что его все-таки завели. Несмотря на все его попытки нам противостоять. Все нахуй. С ключа заводится. Осталось максимально все сопли подобрать. То есть еще сейчас он заводится именно с ключа. А не какой-то там хуйни, короче, мозги на месте. Все на месте, короче, там пару проводков. Туда сюда подкрутить, поджать, плюнуть, типа, подтереть. И все будет вообще нормально. И должен будет ехать. Хуйненно, я доволен. Все, я думаю, следующая серия будет уже точно выезд. Надеемся. Помолимся во имя отца и сына и святого Ниссана. Бери, все. Вам я предлагаю также держать за меня кулачки. Следующая серия будет во вторник. Не факт, что в следующий, но во вторник. В общем, рекомендую подписаться с колокольчиком и ждать заветного уведомления. Ну а если надежно, то и на инсту подпишись.